Салом! Вы смотрите новости на Первом Еврейском, главные за 7 минут в студии Ника Николаева и в начале об основных темах выпуска. Возврат к вопросу. Новое поколение ортодоксальных евреев все больше уходит от религии. Антисемитизм в реальном и виртуальном мире. Журналист Юрий Табак представил свою точку зрения на необратимые процессы в обществе. Караоке по-еврейски. Благотворительный фонд Шарей Цедок поздравил пенсионеров с шевуотом. Истребители ВВС Израиля нанесли авиаудары по позициям движения «Хамас» в секторе газа. По сообщениям пресс-службы израильской армии, уничтожено 7 объектов. Это здания террористической военной инфраструктуры и мастерские по производству оружия. Атаку произвели в ответ на пулеметный обстрел израильского города Сдирот. Для борьбы с массовыми беспорядками внутри страны израильские вооруженные силы продемонстрировали новое оружие. Беспилотники «Скунсы». Коптеры распыляют над толпой некую вонючую субстанцию. В большинстве случаев этого оказывается достаточно, чтобы разогнать желающих штурмовать израильскую границу. Отмечу, что это совместное изобретение Управления Министерства обороны по разработке боеприпасов и концерн «Военная промышленность» Израиля. Беспилотники «Скунсы» хорошо себя зарекомендовали во время последних беспорядков на границе с газой. Доля ортодоксальных евреев в общем населении будет уменьшаться, а доля светских – расти. К такому выводу пришли специалисты Центра социальных исследований. Ученые изучили статистику по религиозным и светским школам за последние 15 лет и увидели, что около 50 тысяч детей, которых родители отдали в религиозные и ультрарелигиозные школы, заканчивают учебу в светских или менее религиозных учебных заведениях. Одновременно усиливается тенденция ухода от религии, называемая на иврите «возвратом к вопросу». По данным исследования, этот путь проделывают ежегодно около 4 тысяч израильтян. Тумбалалайка, Хава, Нагила и другие песни к празднику Шивот. Концерт Ольги Гринштейн прошел в еврейском благотворительном центре «Шарей Цедок». Как это было, расскажет наш корреспондент Даниил Михайлов. Сюрпризы и подарки для 10 тысяч пенсионеров. Благотворительный фонд «Шарей Цедок» регулярно помогает своим подопечным, и не только в празднике. Пожилым людям всегда очень-очень важна, знаете, такая забота. Забота с нашей стороны, внимание с нашей стороны для людей пожилых очень дорого, понимаете. И мы всегда стараемся чем-то их порадовать, придумать что-то такое, чтобы им было приятно. Мы для них второй дом. К празднику Шивот фонд организовал зажигательное выступление актрисы и солистки театра «Шалом» Ольги Гринштейна. Знакомые с детства еврейские песни подпевал весь зал. В преддверии праздника вот меня попросили выступить сегодня, что я с удовольствием делаю уже не первый раз здесь выступаю. Здесь меня принимают очень хорошо, всегда любят. Ольга Гринштейн – лауреат международных конкурсов в Москве, Берлине, Софии и Тель-Авиве. В ее репертуаре песни на русском и французском, на испанском и португальском, и, конечно, на иврите и идиши. И все это для главного зрителя в первом ряду. Хочу поздравить всех с этим прекрасным праздником и сказать, что я счастлива, что моя дочь наконец-то имеет возможность петь для людей. Она очень талантливый человек. Ольга – одна из самых ярких, артистичных женщин в нашем театре. Она удивительно женственна, удивительно харизматична. Дорогие друзья, я всех поздравляю с праздником Шивот. Здоровья, счастья, любви, мира. Иудаизм и современность. В Еврейском культурном центре на Никитской журналист, автор книги «Библейские смыслы. Параллели» Юрий Табак порассуждал на тему антисемитизма в текстах. На изучение антисемитизма его сподвигла вовсе не личная драма, а неприятие и непонимание того, что все по делу и без дела обвиняют друг друга в ксенофобии. Даже еврей-еврея. Мы придумали такой термин, как вот селф-хейтр, то есть самоненависть, который, по сути дела, подразумевает тот же самый антисемитизм. То есть ты ненавидишь сам себя, как еврея, и фактически это как бы антисемитизм получается. Зачатки антисемитизма появились еще в III веке до нашей эры. Язычники со своим культом поклонения многочисленным богам не понимали, как иудеи могут молиться только одному богу, которого они даже не видят. Появилась отмазка. Наша нелюбовь направлена не в сторону еврейства как такового, не в сторону народа еврейского, а в сторону той зверской и отвратительной религии, которую они исповедуют, то есть иудаизм. В христианской среде это было очень распространено, и вот такая была отмазка, что, собственно, благодаря чему можно было избежать термина расизм, поскольку христианская доктрина утверждает, что нет, не грека, не элина, не иудея, то в таком случае, значит, соответственно, можно было избежать вот этих вот самых проблем. В России антисемитизм уже давно перешел из реальной жизни в виртуальную. Борьба с него в всемирной паутине ведется с помощью одной кнопки – «Делет». Координатор ЕС по борьбе с антисемитизмом Катарина фон Шнурбайн подписала с крупнейшими интернет-компаниями Общественный кодекс поведения. Теперь антисемитское сообщение удаляется из интернета в течение 24 часов. Антисемитизм перестал быть часто наполненным реальным, конкретным смыслом, а он стал некоторым символом отражения враждебности к тебе, к еврейству, как ты его понимаешь. Регулярно в еврейских центрах, учебных заведениях проводятся уроки толерантности. Пять лет назад еврейский религиозный календарь внесли День Победы. 9 мая 1945 года выпала на 26 яра. Теперь иудеи всего мира отмечают День спасения и освобождения, который невидимой нитью связал миллионы евреев по всему миру. А когда народ един, он непобедим. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова